Короче говоря, табурет. Сегодня я ходил по магазину в поисках новой мебели для дома. Полежал на кровати. Норм. Полежал на столе. Пойдет. Полежал на табурете. То, что нужно. Я загорелся табуретом. Мне понравился табурет. Я жил табуретом. Табурет мое все. Я не раздумывая купил его. Подумал, нафига я его купил. Но уже нет пути назад. Пришел домой. Поставил табурет в комнате. Не. Поставил в туалете. Не. Поставил на стул. Идеально. Надо покушать. Заказал себе. Заказал табурету. Он поел. Я не стал. Ведь все лучшее табуретем. Так, что бы мне еще с ним сделать? Я ходил по квартире и ломал голову целый час. Вскоре у меня устали ноги. Я сел на табурет. Это было великолепное чувство. На нем же можно еще и сидеть. А я-то думал использовать его как половник или как ложечку для обуви. Теперь я постоянно буду сидеть на табурете. Пока еду в метро. Пока гуляю. Пока рисую пейзаж в лесу. Вернулся домой. Через пару часов пришел Серега. Я сказал ему, что в ногах правды нет. Мы присели. Он спросил, что это за деревянная роскошь у меня под пятой точкой. Я не хотел так сразу хвастаться. Но так сразу начал хвастаться. Серега восхищался. Но в итоге сказал, что мой табурет не очень. Понятно, завидует. На следующий день я как обычно брил ножки. Не свои. Табурета. Но тут в дверь постучали. Я глянул в глазок, но никого не увидел. Какая-то фигня. Открыл. Там стоял такой же табурет, как у меня. Вот тяна. И тут к нему подошел довольный Серега. Сообщил, что это его новый четвероногий товарищ. Пригласил его в комнату. Но и Серегу тоже пришлось. Мы сидели друг напротив друга и оценивающе рассматривали табуреты. Не, мой однозначно лучше. И его табурет не ровень моему. Мы встали и начали спорить, чей лучше. Серега сказал, что на его можно комфортно сидеть втроем. Я сказал, что на моем могут кушать до пяти человек одновременно. Серега выбил из рук мой табурет. Ах он гад. Чуть не сломал его. Поэтому я взял свой табурет и треснул Серегу по хребту. Он выдержал и не сломался. Это интересно. Я с легкостью забил им гвоздь. Открыл стеклянную бутылку колы. Сыграл им в баскетбол. На моем табурете не было ни единой царапины. Я был рад. Серега злился. Я сел на свой табурет и он развалился. Нет. Нет. Не может быть. Я разрыдался. Мой табурет больше ни на что не пригоден. Я глянул на Серегу. Было видно, что ему искренне меня жаль. Он сказал, что если это правда так важно для меня, я могу забрать его табурет взамен. Я недоверчиво перевел взгляд на его табурет. Да по сути он и правда точно такой же. Я повертел его в руках. В ногах. На голове. И тут я понял, что еще никогда не держал в руках ничего более совершенного. Он поистине идеален. Но признаться в этом Сереге было равносильно тому, что сказать, что его табурет лучше моего. Моя гордость не позволит этого сделать. Поэтому я кинулся ему в ноги и стал благодарить за такой прекрасный подарок. Серега засмущался. Затем сказал, что я поехавший табурет офил и уехал к себе. Я остался с табуретом. Мы спали вместе. Играли в компьютер тоже вместе. Я даже купил для табурета две пары кроссовок. Мы были не разлей вода. Я настолько привязался к нему, что решил усыновить табурет официально. Подал документы. И вот через неделю в паспорте в графе дети уже был табурет. Частен табурет Романович. У меня потекала скупая слеза. Я так разволновался, что у меня закружилась голова и я упал в обморок. Пожалуй, лучше не буду покупать этот табурет. Короче говоря, табурет. Мы не могли не заметить тысячи ваших комментариев с просьбой о создании этого ролика. И насколько безумна ваша просьба, настолько безумным получился и сам ролик. А если он понравился тебе, подписывайся на канал и ставь лайк. И не забудь заценить здесь предыдущие крутые видосы. Спасибо за просмотр и ждем тебя снова.